В этот день разделить праздник в новую мечеть со всей республики приехало несколько тысяч мусульман. А началось всё с совершения первого коллективного намаза в новой мечети. Бог, Он один. По-разному мы его называем, кто Бог, кто Аллах. Но, тем не менее, Он один, и поэтому одному Богу мы все поклоняемся. Муфти Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев преподнёс от духовного управления в дар мечети огромный Коран. Также прошло награждение строителей и меценатов за весомый вклад в строительство соборной мечети. В свою очередь благочинный Южного Карачаева-Черкесского церковного округа Протеерия Евгений Исуптельный поздравил всех верующих с этим замечательным событием. И подчеркнул, что вера и религиозность – это душевные переживания верующего человека. Каждый из нас, наверное, слышал это изречение, кто построит мечеть, тому Аллах построит дворец в раю. Иншаллах этот храм построен. Пусть эта встреча для всех прихожан в Зеленчукской мечети будет как можно более частой, глубокой, вызывающей те душевные переживания, которые должна вызывать в человеке вера и религиозность. Я ещё раз всех вас поздравляю с сегодняшним замечательным событием. Спасибо. 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 Это наш общий праздник. Отрадно отметить, что в республике много людей, готовых жертвовать личные средства в строительство храмов, благоустройство, кладбище, помощь малоимущим. В этих семьях свято чтят национальные традиции и уважают старших. В советское время от этого были очень далеки, к сожалению. Сейчас, вот видите, в зале даже находятся дети, молодёжь. А это к чему ведёт? Ведёт к тому, что дети учатся, понимают, что мы все находимся под Аллахом. Надо вести себя правильно, надо ничего, как бы, сторониться от плохого. Это будет нести только хорошее, не только район, но и республики, и, в общем, нашей большой России. Значимость его не только для Зеленчука или для района, я бы сказал, российского масштаба, потому что через эту дорогу проезжают со всей Россией люди. И среди них очень много мусульман, которые с удовольствием будут заезжать в молитву. Мечеть построена для всех жителей республики, села, для всех, кто будет проходить мимо мечети. Её двери будут всегда открыты, отметил председатель Духовного управления мусульман Исмаил Хаджи Бердиев. Бессмиллахи рахмани рахим, алхамду лиллях, вассалату вассаламу аллаху рассолю лиллях. Это очень большой праздник для всех мусульман, где бы они ни жили. Открытие мечети на земле – это несёт добро людям. В мечети там только идёт добро, там учат людей милосердие от Всевышнего. Я надеюсь, иншаллах, много у нас будет таких дней, ещё будем открывать мечети. По завершении торжественной части во дворе был организован праздничный обед. Свою признательность всем, кто помогал в строительстве мечети, выразил имам Казбек Хаджи Уртенов, который и сам с самого начала принимал участие в этом благом деле. Конечно, сегодня нас всех переполняет чувство радости. Проделана огромная работа. Много было людей, которые хотели помочь. И я прошу Всевышнего, чтобы Аллах их всех одарил. И, как сказано, тот, кто построит в этом мире мечеть хотя бы голубинное гнездо, Аллах построит для него дворец в раю. Я прошу, чтобы каждого, кто прилагал усилия, Аллах наградил в раем, наградил дворцами в раю. Всем большое спасибо, огромное спасибо. Наружная отделка здания и его минореты выполнены из гранита, а на внутренних стенах высечены тексты из Корана. Новая мечеть способна вместить около трёх тысяч рихожан. Первый камин поставили в Сумаиле Хаджи, в Бердиле Инаш. Здесь мы глава администрации. Это было в 2016 году, начали строить в 2017 году. С помощью Всевышнего народа, все помогали здесь, большие, старые, молодые. День и ночь работали, алхамдуллах. В общем, я доволен ними, как они работали. Сегодня мы увидим результат какой-то. Самая быстрая, самая достойная мечеть. Открытие новой соборной мечети в станице Зеленчукской – это не только создание комфортных условий для молящихся, но и единение всех мусульман республики. Осет Мамаева, Саид Асмаилов, Дмитрий Басов, Архэс-24. Субтитры создавал DimaTorzok